Гончаренко, Жулин Тарасова, Родионова, подвели итоги пятого этапа Кубка России. Также в этом выпуске, что решила Федерация фигурного катания России для допуска на чемпионат России. И Анастасия Тараканова высказалась о своем выступлении на Кубке России. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а теперь к новостям. Гончаренко о прыжках Валиевой. Нехорошо, а шикарно. Там даже на пятерные запас есть. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве. В произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа и выиграла соревнования. По мнению Гончаренко, в этот раз фигуристка в произвольной программе выглядела лучше, чем в прошлой, и каталась более осмысленно. Также тренер обратила внимание на новый костюм. На ее взгляд, он смотрится лучше предыдущего. Ее четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде. По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть. О неудаче на тройном лутсе просто хочется забыть, я лично отношусь к этому, как к случайности, как споткнуться на улице, сказала Гончаренко. Она также добавила, что вращения Валиевой можно назвать феноменальными. А дорожка была выполнена на очень высоком уровне. Жулин. Тут Беридзе умная женщина, она прислушивается к замечаниям. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России. Несмотря на падение, прокат был потрясающим. Программа засверкала. Этери умная женщина, она прислушивается, я так думаю, к каким-то замечаниям, заявил Жулин. Он пояснил, что ранее программа была тяжеловатой для фигуристки, а теперь она выглядит в ней совершенно нормально. Жулин подчеркнул, что в группе Тут Беридзе умеют работать, поэтому Валиева будет хороша на всех соревнованиях, куда ее допустят. Напомним, в короткой программе Валиева прыгнула тройной аксель, в произвольной два четверных тулупа. Сольная и в каскаде с двойным. Родионова. Валиева будет добавлять новые четверные. В группе Тут Беридзе не принято останавливаться. Бывшая российская фигуристка Елена Родионова оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве. С каждым годом любой спортсмен становится только лучше, приобретается стать, скольжение. И, конечно, болеро Валиевой становится более взрослым, осмысленным, Камила прогрессирует. И это видно, сказала Родионова. Она отметила, что Валиева первая исполнила тройной аксель с руками наверху. По мнению Родионовой, это совершенно новый уровень. Уверена, она будет добавлять новые четверные прыжки, поскольку хочет выигрывать и побеждать. Ни один спортсмен не остановится на том, что умеет, и мы знаем, что в группе Этери Тут Беридзе не принято останавливаться на достигнутом, сказала Родионова. Она добавила, что возраст позволяет Валиевой учить новые прыжки, поэтому тройной аксель – не последний новый элемент в ее программах. По мнению Родионовой, Камила может попасть в тройку на чемпионате России или даже выиграть его. Тарасова. Валиева просто висит на своих четверных тулупах. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве. «Программа стала выглядеть лучше, я вижу ее не в первый раз. Она тяжелая по шагам, и я уже не говорю по прыжкам. Камила просто висит на своих четверных тулупах, она делает их феноменально», – сказала Тарасова. Специалист добавила, что не считает падение стройного лукса серьезной ошибкой, хотя для спортсменок такого уровня это непозволительная роскошь. По словам Тарасовой, Валиева задумалась на исполнении прыжка, из-за чего поставила ногу неправильно. По мнению Тарасовой, тренеры должны остаться довольны выступлением спортсменки, хотя и не смогли вкусить всю прелесть проката из-за падения. «Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами, и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого», – сказала Тарасова. «Когда сформируем, тогда и узнайте». В Федерации фигурного катания России не раскрыли состав на чемпионат России. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган отказался рассказывать о составе участников предстоящего чемпионата России. «Когда мы сформируем, тогда и узнайте». «Пока точка, больше нет комментариев», – сказал Коган. Напомним, ранее исполком Федерации утвердил критерий допуска спортсменов к участию в чемпионате России. Согласно регламенту, на турнире могут выступить лишь те фигуристы, которые откатали два этапа Кубка страны. Однако из-за мирового вируса, травм и других причин ряд спортсменов не смогли выполнить этот критерий. Так, в женском катании по два этапа Кубка страны не откатали Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анастасия Гуликова и Евгения Медведева. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Тутберидзе получила награду за вклад в отечественное фигурное катание. Федерация фигурного катания России наградила тренера Этери Тутберидзе почетным знаком за вклад в отечественное фигурное катание. Почетные знаки также были вручены Сергею Дудакову и тренеру Даниилу Глихингаузу, которые входят в тренерский штаб Тутберидзе. Почетные знаки вручил президент федерации Александр Горшков, во время церемонии награждения женщин на пятом этапе Кубка России. Победу на турнире одержала Камила Валиева, которая тренируется под руководством Тутберидзе. Напомним, в группе Тутберидзе сейчас тренируется чемпионка мира среди юниоров Валиева, олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В сентябре в группу вернулась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также несколько фигуристок из Хрустального владеют элементами ультра-Си. Помимо Валиевой и Щербаковой, это Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Тараканова. Мне надо было показать, что я никуда не делась. Российская фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка страны, где заняла третье место. Первый этап в Казани был для меня больше как входной в сезон. Мне надо было показать, что я никуда не делась, что остаюсь в фигурном катании, готова работать, продолжать. А на втором турнире, здесь, в Москве, я больше переживала, потому что понимала, что не имею права на ошибку. И надо кататься чисто, делать все, рассказала Тараканова. Спортсменка призналась, что давление подкосило ее психологически, поскольку в физическом плане она была лучше готова ко второму этапу, и прибавила в функциональном состоянии. Тараканова подчеркнула, что на тренировках уже спокойно исполняла две программы и справлялась с прыжками. По мнению Анастасии, она откаталась не на свой уровень, так как была способна выступить намного лучше. Она добавила, что примет во внимание все недочеты при подготовке к чемпионату России, если сможет на него отобраться по баллам.